видео про секреты огорода я расскажу как банальные вещи известные многим так и те которые действительно являются настоящими находками и ими мне нужно обязательно поделиться некоторые так сказать секреты известны многим из разряда тоже мне секрет так что извиняйте ежели чего как-то сосед вася говорил что у нас где-то за огородами откопали в 90-х годах мамонтенка он сохранял эту заметку долгие годы но потом потерял и вот сейчас я пойду к василию и поговорю с ним насчет альтернативной истории что нам скажет эксперт вася вопрос задержь да да привет поговорим о мамонтах так ты говорил что у тебя есть такая была статей когда ты отложил из газеты что где-то здесь мамонтенка откопали ну мамонтенка откопали в северных районах удмуртии по моему в статье упоминалась река чипца учитывая то что у нас ледниковый период границы ледника проходили как раз тире через территорию удмуртии захватывая северную часть европы то вполне возможно что здесь ареал мамонтов был ну да я тоже тут нашел и в пруду нашли такой килограммовый зуб сейчас сейчас информация это интересно у нас 19 веке агат потоп то был говоришь 11 тысяч лет назад а сейчас 19 веке девятнадцатом веке 40 где-то так вот и мамонты вроде как до середины 19 века и даже до начала 20 20 века где-то вот даже есть фотографии свидетельства они были это это уже были остатки конечно их похоже что истребляли для пищи скорее всего ну нет вообще-то исторически чтобы их не было не существовало их видимо уже заранее хотели перенести в более исторически сказать как эту морскую корову которую уничтожили в 19 я думаю что и уничтожали и знаешь для чего историю же по новой писали и вот в этой истории не должно быть не было в этих мамонтов быть и все так зачем они решили так непонятно хотя вот еще фотографии есть еще это видео но вот видео тоже сложно сказать вроде настоящий это понимаешь подделать можно элементарно нужно а вот насчет мамонтов то вполне возможно что тут получается что если это был 19 середина 19 века а потоп то был вот у нас здание в середине в центре стоят я хожу уже сейчас смотрю да где-то пять метров за носа целый этаж под землей вот например где ленинский библиотек вот справа слева дома стоит это и город то был где-то вот 70-х годах вот был ареал города у нас вот примерно такой вот до потопа и был город я вот при его от 40 лет назад город был деревянный не он на глазах с помощью на вот строительный он был построен а когда я сюда приезжал еще в годах так восьмидесятых его только-только начали вот расширять вот например пойма реки из рядышка с огородом да да вот если встать вот тут его атлет на высокий берег и посмотреть и сразу видно невооруженным глазом что это было русло древней реки она примерно на полтора километра вплоть до это там деревня у нас именно реки или какой-то реки именно реки реки были тогда широкие большие а со временем изменением климата вот эта река ешь она вот вошла в свое настоящее русло посмотри со стороны михайловского собора когда глянешь на сторону за реки до сразу видно что вот это было широкая река так это же какая огромная нужна она была большая очень большая а куда текла она текла и в каму кама еще больше было если посмотреть какая кама реки в древности будем говорить в древние времена реки были очень широкие очень широкие такое мнение в общем мамонты у нас здесь жили однозначно а мамонты это оказывается жили в благоприятных таких условиях очень много зелени было где потому что их большие стада были в то время же здесь климат был тропический да вот может быть скорее всего они здесь до существовали точно точно потому что кроме мамонта находят еще это останки динозавров или кого носорогов и потом саблезубых тигров и это медведь пещерных по моему мнению человеку все-таки не из-за обезьяны произошел данный наверно нет однозначно человек пришлый но в других плане мы сейчас так разбираемся что как раз вот столько вид обезьян это как раз остатки от людей потому что человек цивилизации каждая цивилизация была так устроена что одни уходили в боги а другие в обезьяны уходили де эволюция эволюция и вот этот вот процесс и вот сколько видов обезьяна их сотни сотни ведь разные черные разные а наши вот на нас похоже очень макака даже кровь переливаются макаки она мне белая кожа так что вот цивилизация допустим прожила здесь на земле какая-то одни ушли куда-то другой космос до куда-то часть обезьян вот из них осталось скорее всего даже по русскому языку получается что ян это энергия эволюции им это де эволюция так он без я на это это то что без эволюции осталось но и даже название такое мы все равно будем свидетелями это самое контакта с и инопланетян может мы не с инопланетянами встретимся такими же такими же людьми как мы только разытаем больше спасибо за интересную информацию до новых встреч вот моя зимняя яблонька о которой я делал видео упоминал ее что сделал ей прививку и она из зимней превратилась в осенне-летнюю можно так сказать мне полностью поменялся сорт сейчас вам покажу эту прививку вот прививка на ней яблок нет возможно только в уже по прошествии 3-4 года здесь что-то появится яблочки это вот именно на веточке прививки прошлые года ничего не появлялось яблоки росли таким образом после прививки зимние летние зимние летние зимние летние зимние прозрачные летние красные наливные большие крупные потому что от сортовой яблоньки вот эта прививка потом значит следующий год уже одни красные разрезаешь а там зеленые прозрачные получился зимний сорт яблока как вошел внутрь красного яблока и поспевать яблочки стали не зимой и не летом, а где-то ближе к осени, к середину. Особенно потом сортовая яблонька стала вот эта после прививки. Вначале были такие яблоки кисловатые, некрасивые, но что я сглупил, я эту прививку потом в дальнейшем при обрезке где-то обрезал. Я сейчас не знаю, что в этом году у меня получится, поэтому я снова прививку сделал вот эту. Артефакт здесь заключается в том, что нам по науке объясняли, что если на яблонь не привить арбуз, то на этой ветке и будет расти арбуз. А если кроме шуток, то новый сорт будет расти только на привитой ветке нового сорта, а вся остальная яблонь будет сохранять старый сорт. Возможно, это была бы ошибка, но такие же точные прививки я сделал на остальные яблони, и все они поменяли сорта, за исключением тех, на которых прививка не прижилась. Когда я покупал этот огород, я думал, что у меня есть 10 яблонь. Вот это одна из них. Но когда я ее обработал, удобрил, казалось, что это груша, и она отдала нам столько груш, что мы ели, 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 ели это съели. Я когда сказал про это хозяину, про грушу, он так удивился, у меня была груша. Вот так вот. Вот интересная идея сделать потолок из поликарбоната на веранде. Здесь получается очень оранжевый, когда сидишь кушаешь семьей, создается хорошее настроение. Еще такой момент нужно, чтобы было дерево со стороны юга, иначе здесь летом может быть жарко. А когда листики шевелятся, здесь бывает очень красиво и уютно. Как это сделать? Вот с той стороны снаружи я использовал толстый поликарбонат, по которому можно буквально ходить. Я по нему ходил и его пришпилил. А снизу подшил простым поликарбонатом. Доска внутри и получился вот такой потолок. Если даже там что-то протечет, допустим, все равно по этому поликарбонату стечет наружу. Вот и все. А на своем будущем коттедже я обязательно сделаю огромную такую веранду и уже с февраля-марта месяца в наших широтах там будет тепло. Можно рассаду выставлять, но это должно быть с южной стороны. В теплице зреет виноград. Виноград у меня в теплице вызревает, а вот на улице есть два куста винограда, так год на год не приходится. В самый жаркий год у меня здесь почти два урожая получилось. Виноград вызревал дважды в этот жаркий год и не хватило буквально каких-то полторы недели, чтобы он вызрел окончательно во второй раз. Так что если где виноград растить в наших широтах, то это в теплице. А что это за растение здесь? Лилия, у нас здесь живут плечащие жучки. Покажи. Вот такие вот красненькие. Да, они едят. Ну-ка, послушная. Вот такой интересный жучок здесь живет. А задница поднимается точно под такт. И она там скрижет. Субтитры создавал DimaTorzok